Привет, друзья! Сегодня у меня рецепт для вас, который совсем не похож на меня, потому что в нем практически не будет мяса, точнее, в нем вообще нет мяса. Но по ходу действия я расскажу, куда его можно добавить, конечно, если вы захотите. Но тем не менее, рецепт простой, из капусты, моркови и картошки, в который я просто влюбился, когда недавно его попробовал. Настолько просто, настолько быстро, настолько сочно и ароматно получается, что я обязательно решил им с вами поделиться. И первое, с чего я начну, это мне нужно подготовить капусту. Готовить я буду достаточно небольшую порцию, ну, точнее, я не буду готовить порцию на весь качан капуста, а я буду готовить порцию на свой противень. И для этого мне достаточно будет половины такого качана. То есть здесь у меня полтора килограмма, то есть грамм 800 мне потребуется. Берем половинку. Обязательно вырезаем кочерыжку. А саму капусту меленько-меленько нарезаем. Всю капусту отправляем в миску и немного ее помнем, чтобы она начала давать сок. Так капуста получается более сочной. Отлично. А также для этого блюда нам нужно на крупной терке потереть морковку и картофель. У меня здесь буквально три небольшие моркови. И примерно столько же по весу картофеля. Вот такая яркая овощная миска у нас получается. И еще нам потребуется один репчатый лук. Одна головка репчатого лука. Ее я нарезаю тонкими четвертинками. Немного не рассчитал по размерам миску, поэтому перекладываю в миску побольше. И туда же мне еще нужно будет мелко пробить зелень. Я обычно использую зеленый лук и укроп. Можно добавить петрушку, можно добавить кинзу, но не все любят эти продукты, поэтому берем то, что вам нравится. Просто меленько его рубим. Отправляем в миску, хорошенько посолить, немного сахарного песочка. И активно все вминаем и перемешиваем. Сейчас капуста, морковь, картошка максимально начнут давать свой сок. Смотрите, как ярко, сочно, красочно. Теперь наша задача приготовить заливку. Что-то по типу жидкого теста на блинчике для наших овощей. Здесь все еще намного проще и практически не требует никаких либо усилий. Продукты тоже самые простые. Нам понадобится 3 яйца, 150 грамм 10% сметаны, свежемолотый перец, немного соли, сахарного песка, подсолнечное масло и все хорошо перемешать. Пол пакетика разрыхлителя для теста и муку. Получается вот такое красивое жидкое тесто. Просто красота. Не стоит переживать, если вам кажется, что тесто получилось чуть гуще. Сейчас достаточно большое количество соков отдают наши овощи. И когда мы перемешаем это все вместе, получится идеальная консистенция. Тесто выливаем в овощи или в овощи в тесто. Это не имеет никакого значения. Самое главное, сейчас все хорошенько перемешиваем, выкладываем на противень и разравниваем тонким равномерным пластом. И все хорошо перемешиваем. Берем противень, застеленный пергаментом и выкладываем все на него. И если вам очень хочется добавить мясо в это блюдо, то сверху можете размазать, например, куриный или мясной фарш. Предварительно его, конечно, тоже посолите, поперчите и доведите до вкуса. Отправляю все это дело в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Нам нужно, чтобы все овощи хорошенько подпеклись, тесто схватилось. Духовка должна быть предварительно разогретая. Я ее включил заранее и отправляю туда запеканку. Ну а пока наши овощи запекаются, мы потрем сыр, которым в конце посыпем нашу запеканку. Мне нравится использовать сыр для этой запеканки, который хорошо плавится. Поэтому я обычно беру моцареллу, сулугуни или что-то в этом роде. Натираем их также на крупной терке. Где-то грамм 150-200. Ну а нам остается только достать нашу запеканку, присыпать ее сыром и отправим в духовку еще буквально на 5-7 минут, просто чтобы сыр расплавился. Потом, для того, чтобы она лучше нарезалась, лучше дать ей немножко остыть. Поэтому после этого дайте ей постоять минут 10, и можно будет подавать к столу. А я в духовку за нашей запеканкой. Вот она какая красивая получается. И равномерно распределяю по ней сыр. Старайтесь, чтобы каждому кусочку досталось. И убираю в духовку еще на 7 минут. Друзья, ну вы сами видите, насколько вкусно это выглядит. Фактически овощная пицца. Только запах просто невероятный. Запах печеной капусты, сыра. Это очень вкусно пахнет. Можно есть как с каким-нибудь соусом, со сметаной, с зеленью, с чесноком. Или просто в чистом виде. Это всегда очень-очень вкусно. Так нежно. При этом очень ярко по вкусу. Друзья, ну а я буду вам благодарен, если вы поставите этому рецепту лайк, оставите комментарий и поделитесь им в ваших социальных сетях. Это очень помогает моему каналу в развитии. Спасибо вам и до скорых встреч. Пока-пока.